Привет всем, друзья! Вы на канале KUKE.RU. Я Андрей и сегодня говорим про недорогой Samsung с огромнейшим дисплеем. Говорим про Galaxy A10, модель 2019 года. Если интересно, сколько этот смартфон стоит и в каких цветах есть, переходите по ссылкам под видео в магазине KUKE.RU. Приятные цены, 3 года гарантии и наличие разных смартфонов. Переходите, если вдруг может Galaxy A10 понравится, может быть что-нибудь еще, всегда найдете что-нибудь для себя. Что касается данного смартфона, надо понимать, что конечно Samsung старались делать его максимально недорогим, но сохранив определенный ряд плюсов для пользователей. В первую очередь это конечно же дисплей. И пожалуй именно за дисплей данный смартфон, как мне показалось, и стоит покупать. Потому что во всем остальном решение оказалось очень компромиссным. И если учитывать, что не так далеко находится Galaxy A20 или даже какой-нибудь Galaxy A30, не такая уж прям огромная разница в цене, там пару тысяч буквально. Но при этом разница функциональности, ощущение от использования этих смартфонов фактически пропасть. На самом деле это неплохо для Galaxy A10, он просто совсем другой. Теперь вот внешний вид. Все от Galaxy A10 до Galaxy A50 точно получило пластиковый корпус. Никаких стекол на задней части, ничего такого. В Galaxy A20-A50 это стеклопластик называемый. Здесь же просто пластик и он выглядит конечно по-другому. Он выглядит дешевле, но ощущается примерно так же. Единственное, что здесь опять же на заднюю панель уже вынесли вызывной динамик. Камера здесь уже одинарная. И в отличие от остальной А-линейки, Galaxy A10 получил microUSB для зарядки, причем без поддержки быстрой зарядки в принципе. Разъем под наушники остался на месте. И в принципе здесь вот в внешнем виде ничего особо это нельзя. Традиционно для Samsung используется слот на две сим-карты и карту памяти отдельно, поэтому выбирать не приходится. На лицевой стороне Infinity V дисплей, который Samsung оставил как раз для Galaxy A10 и Galaxy A20. Но единственное, что вот как раз Galaxy A10 выделяется еще из А-линейки помимо microUSB, это обычным не AMOLED дисплеевым. 6,2 дюйма, разрешение HD+, и это обычный IPS дисплей. Как следствие рамки не получилось сделать такими тонкими, смартфон не получился таким же легким как AMOLED собратья. Да и в принципе вот за счет этого смартфон все-таки достаточно крупноват. Я делал параллельное сравнение в быстром обзоре с Galaxy A30. У того 6,4 дюйма, жесть 6,2 и размеры у A10 даже чуть-чуть больше. Поэтому надо понимать, что этот смартфон действительно вот для тех, кто хочет большой смартфон, хочет большой экран и понимает, что это. Смартфон на самом деле удобно все на одной рукой держать и несмотря на то, что он глянцевый, я не могу сказать, что он прям скользкий. По крайней мере, вот ни разу за все время использования, сколько я его не брал одной рукой, другой, двумя, не знаю, руками, он не стремился у меня выскользнуть, поэтому за эргономику к смартфону вопросов нету. За то, чего здесь еще нету в этом смартфоне, так это отпечатка пальцев. То есть его нету ни сзади, ни в экране, ни сбоку, нигде. Действительно в Galaxy A10 нету отпечатка пальцев. Это я, кстати, понял где-то на второй день тестирования смартфона. Достаточно непривычно, с другой стороны, тут гравка по лицу есть и хоть за это спасибо. Что касается самого дисплея устройства, как уже говорил, это, наверное, один из основных плюсов, который многие для себя будут выделять. Действительно, когда он стоит там на прилавке или где-нибудь в интернете листаешь, такой опа, смотришь на цену, это смартфон, видишь огромный дисплей, надпись Samsung такой серьезный, этот смартфон может так стоить. Но на самом деле сюрпризов никаких не получилось. Совершение, например, HD+, это IPS-матрица, единственная из Galaxy A серии 2019 года, которая не имеет AMOLED, и это для него серьезный минус. Тем более, что экран здесь IPS, и вот когда держишь его в руках, уже настроил его, крутишь под углами, не выцветает. Нормальный, в принципе, цветопередача. И пиксели, вот здесь вот, чтобы их разглядеть, их можно разглядеть на таком разрешении, но это надо прям сильно постараться. Кстати, такое же разрешение стоит в Galaxy A20, но там экран оставляет более приятные впечатления. Причем это касается, особенно когда вы находитесь где-нибудь на улице или в каком-нибудь ярком помещении. Яркость у Galaxy A10 мне не понравилась в принципе. То есть я вот даже ставлю сейчас его на максимальную, вот чтобы вы понимали, вот минимальная яркость. Вообще практически полная темнота. Вот максимальная яркость. Диапазан большой, но максимальная яркость, не могу сказать, что она большая. Действительно, вот на солнце смартфон вот стоит почти полностью, и даже на максимальной яркости его не хватает. Поэтому яркости может элементарно не хватить. В принципе, она достаточная, но хотелось бы побольше. Хорошо, что оставили хотя бы автояркость. All this on display, конечно же, здесь нету, потому что эта технология в принципе фирменная именно для AMOLED-дисплеев. А вот производительностью Galaxy A10 практически полностью копирует Galaxy A20. Тот же самый процессор Exynos 7884B. Это порезанный Exynos 7885. А вот оперативной памяти здесь всего лишь 2 гигабайта. Как следствие, смартфон, но в повседневной жизни работает вполне комфортно. И даже когда я поставил сюда приложение, даже когда я запускал браузеры, ВКонтакте, Ютубы, игрушки. Все, в принципе, открывается не прям супербыстро, но вполне хватает. То есть, в принципе, такая типичная рабочая лошадка для тех, кто хочет, не знаю, в интернете посидеть, книжки почитать. Книжки читать-то комфортнее как раз на большом дисплее не AMOLED-е, а вот фильмы смотреть уже удобнее на AMOLED-е. И вот если говорить про повседневное использование смартфона, работает вполне себе комфортно. Свободная оперативная память не так много, после установки разных приложений остается мегабайт 500-600, но, в принципе, с этим можно жить. С 3D-игрушками, What of Tanks или PUBG, только минимальные настройки. Средние настройки у вас будут, в принципе, незапускабельные, будут какой-нибудь там пошаговые стратегии вместо игры. На минимальных настройках уже поиграть будет можно, если вдруг захотеть. В принципе, на таком дисплее играть, на самом деле, достаточно интересно. По камерам тоже, кстати, далеко ходить не стали. Взяли тот же самый Galaxy A20, убрали у него вторую камеру основную и упростили селфи. В данном случае селфи на 5 мегапикселей, и вот здесь про нее ничего сказать особо не получится. Просто она есть, по ней неплохо работает эта блокировка, но на этом, пожалуй, все. Несколько мутновато, есть иногда проблемы какие-то с фокусировкой. Но она как бы есть, и большинству, на самом деле, например, селфи-камеру я использую прям очень редко. Поэтому для меня это не было бы особо весовым минусом. Для любителей селфи, наверное, стоит рассмотреть что-нибудь как минимум типа Galaxy A30, если про Samsung речь. Что касается основной камеры, это одинарная камера на 13 мегапикселей и апертура 1.9. На самом деле, апертура не очень плохая, но камера все-таки простейшая. Днем можно еще сделать какие-то более-менее приличные снимки. Смартфон нормально делает экспозицию, вполне неплохая передача по тем же самым цветам. Есть даже режим HDR. При этом надо понимать, что камера действительно очень простая, поэтому как только падает освещение, становятся или сумерки, какое-нибудь помещение, или тем более ночь какая-нибудь на дворе, то снимки начинают падать в качестве. Могут быть смазы какие-то, могут быть проблемы с фокусировкой или очень много шумов. Качество камеры достаточное только для съемки, по сути, в хорошем освещении. Автофокус есть, можно поснимать какой-нибудь текст, но в принципе на этом, пожалуй, что и все. По видео тоже никаких сюрпризов, максимум Full HD, нету никакой фактической стабилизации, очень сильно все дрожит, но что-то заснять, в принципе, на эту камеру тоже получится. По батарейке я, честно говоря, ожидал, что здесь поставят тоже на 4000 мА батарею, поставили, однако, всего лишь 3400 мА, что для такого большого дисплея, хотя пусть и с невысоким разрешением и не очень мощным процессором, честно говоря, маловато. Нет, в повседневной жизни, если вот смартфон не гонять, там, не знаю, постоянно смотреть фильмы какие-нибудь или игрушки, то смартфона хватит вам где-то на день, достаточно активной работы, к вечеру уже придется его заряжать. У меня в таком режиме смартфон к вечеру оставил, там, к 8 часам вечера осталось что-то около 10%, дальше потребовал зарядки. Быстрый зарядки, причем здесь нету, заряжается через microUSB, смартфон заряжается чуть больше двух часов от комплектного зарядника. Тем не менее, автономность вполне достойная для рабочей именно лошадки. Если же начинать какое-то смотреть видео или смартфон нагружать более активно, то он у вас полностью сядет уже где-то часам, наверное, к 5-6 вечера. Поэтому, ну, по автономности рекордов он не показывает, во многом за счет использования обычного дисплея, не AMOLED. По тому же самому A20 или A30 показатели намного лучше именно за счет использования все-таки фирменных AMOLED-овских дисплеев, которые более энергоэффективны. По звуку никаких сюрпризов, стерео здесь нету, голосовой динамик нормальный, качество звука и громкости его у меня устроило. А вот вызывной динамик меня несколько расстроил. Во-первых, располагается на задней крышке, как в очень дешевых телефонах, и звучит он прям мне не понравилось, честно. Это касается даже вызова, глуховат он как будто бы, и когда держите, допустим, кладете в карман куртки, например, то иногда этот динамик может еще немножко заглушаться. Если он был бы на боковой грани, где-нибудь снизу, как у большинства смартфонов, было бы лучше в этом плане. Но, в принципе, услышать звонок в основном можно. Звучание через наушники тоже ничего особенного. Разъем под наушники есть, можно в системе как-то поменять отзвучание под себя немножко через эвакалайзер. Но, в принципе, на этом все. По связи есть две сим-карты, есть карта памяти одновременно, все это работает. Wi-Fi на 5 Гц не поддерживается. Нет в том числе и поддержки NFC в данном смартфоне. О качестве приема сигнала по GPS вопросов к смартфону не возникло. Но вот отсутствие NFC, честно говоря, меня больше всего расстроило. Я ожидал, что, может быть, даже в A10 поставить. В A20-то он есть, и в A30, и у всех остальных АВ-10 зажмотили. Но работает смартфон операционной системе Android 9-й версии и оболочка от компании Samsung One UI. Функционал практически полностью стандартный для этой системы. Единственное, что и в A20, и в A10 полностью отсутствует этот дополнительный ассистент от компании Samsung. То есть влево проводишь, и там различные какие-то новости, приколюшки, погодка и так далее. Здесь этого нет. Во всем остальном, все то же самое. Есть дублирование приложений, есть распознавание по лицу. Работает, кстати, достаточно неплохо. Дополнительно какое-то управление жестами. В общем, все достаточно стандартно. Итог по данному смартфона. Как сам по себе смартфон брать? На самом деле, там до 10 тысяч Samsung с таким огромным дисплеем. Он вполне себе неплох. Не обладает какой-то огромной производительностью, автономностью. Но, опять же, при таком большом дисплее эти минусы несколько нивелируются. Производительность для всех, кто не играет в игрушки, этого смартфона определенно точно хватит. При этом, встроенной памяти много. Достаточно 32 гигабайта еще. Он поставит сюда и карту памяти, и две симки. И, пожалуйста, вот вам вполне такой типичный хороший рабочий смартфон. И, опять же, Samsung. По камере, конечно, ничего хорошего. Да и по автономности ожидалось, честно говоря, лучше. Но, опять же, до 10 тысяч мало у кого будет, на самом деле, что-то лучшее. Конкурентов, на самом деле, у него, конечно же, много. Если мы говорим, в первую очередь, про китайцев. Какой-нибудь Xiaomi Redmi Note 5 не оставит от этого смартфона камня на камне, фактически. Но, с другой стороны, если вы не хотите китайцев, то выбора у вас не так уж и много. И смартфон этот уже не так уж и плох. Galaxy A20 стоит там буквально на пару тысяч дороже. Если есть у вас это пару тысяч, то определенно стоит доплатить. Получите намного лучше качество экрана, намного приятнее сам корпус. И смартфон будет несколько легче. И лучше показатели по автономности. По камере сильного скачка не будет, чуточку лучше. Но зато получите еще и рабочий NFC. Поэтому Galaxy A20, конечно, будет ощутимым более классным выбором. Ну и Galaxy A30, как, наверное, один из лучших смартфонов по соотношению. Потому что там уже будет и качественный скачок и по камерам, и по селфи, и по основной. И, опять же, те же самые плюсы в виде AMOLED. Лучше автономности и производительность прибавятся. В общем, в принципе, Galaxy A10 вполне себе неплох. Если обращать внимание, в первую очередь, на цену и на дисплей, и на производителя. Во всем остальном, конкурентов хватает даже среди Samsung. Если остались вопросы по данному обзору, по данному смартфону, задавайте их в комментариях под видео. Если вдруг купили этот смартфон, будет здорово, если вы напишите, почему вы именно его решили приобрести. Я думаю, кому-нибудь может это пригодиться. Еще раз, цены и характеристики этого смартфона можете посмотреть по ссылкам под видео в нашем магазине QG.RU с трехлетней гарантией. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Будет много других обзоров Samsung и не только. С вами был Андрей, Samsung A10. Всем пока.